Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я рада вас приветствовать на канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Сегодня у нас распаковка посылки с пряжей, которую мне предоставил магазин Yarn House или Дом Пряжи. Ссылку я обязательно оставлю, проходите под видео в инфобоксе и смотрите, устраивают ли вас цены, нравится ли вам товар, заказывайте. Будьте в курсе событий этого магазина, чтобы первым успеть купить то, что пока не купили другие. И давайте начнем мы с пряжи, которая лично для меня является новинкой. Пишите в комментариях, а для вас, если вы вязали и у вас уже есть свое мнение, каким бы оно ни было, напишите, пожалуйста. Это очень важно, несмотря на то, что мнение мы должны сформировать только свое. Опыт – великое дело, опыт других в том числе. Ализе Натурале. Так называется пряжа, которую я держу в руках первый раз. Мне так и хочется немножко французского шика добавить и назвать ее Ализе Натурель. Подзавывание последнего зимнего месяца, а февраль у нас лютует, не на шутку. Возможно, вы даже будете слушать порывы ветра во время съемки. Особо интересно подержать и полюбоваться вот на такую пряжу. Пушистик. Непричесанный лохматик. А состав-то действительно натуральный. 60% шерсти и 40% хлопка. Вот сейчас отчетливо видно, как стирать, как гладить, что можно, что нельзя. Спицы рекомендуют 4-6, крючок 3-4. Вот как выглядит этикетка. Здесь, значит, указатель, что присутствует шерсть. Вулл Катон. Все правильно. Шерсть с хлопком. И, ага, значит, здесь шерсть указана, здесь хлопок. Здорово, здорово. Мотки 100-граммовые. В них 230 метров в каждом. И, ну, в ярдах нам неинтересно. Маден Турция, понятно, потому что Ализе. Цвет я постоянно забываю. Цвет я держу в руках. 46-й. Сама по себе ниточка не толстая. Спицы рекомендуются толстенькие. По-моему, только из-за того, что вот нитка окружена пушком. Видимо, шерсть дает такой пушок. Я обычно такие махеровые ниточки видела. Пушистики. А это вот шерсть с хлопком. Посмотрите. Что хочу сказать. Поработать с этой ниткой мне хочется. Однако, этот вот именно цвет я заказала не себе. У меня есть женщина, которая хочет навязать береточки и себе, и сестрам. Я с огромным удовольствием. Она сама выбирала. Я ей вручу. Только вот обзор покажу. Но эта нитка меня, так сказать, позвала, поманила. Когда-нибудь я доберусь до нее. Единственный цвет это совершенно не мой. Я люблю цвета пастельные. И выбор цвета очень богатый. Кому интересно посмотреть, какие цвета еще есть именно у этого артикула. Пройдя по ссылке, вы как бы будете находиться на главной странице магазина. Найдите, пожалуйста, слово пряжа и кликните. Перед вами откроется страница, где будут указаны те производители, пряжу которых вам могут предоставить. Выбирайте среди производителей именно Ализе. Тоже кликаете. И дальше представлено будет очень много артикулов. Знакомых, незнакомых. Но с Ализе мы дружим уже давно. И в основном многие вязальщицы практически наизусть знают очень многие артикулы Ализе. Вот это я не видела. Тем меня внимание приковало. Потом кликаете именно на данный артикул Ализе. Натурель. И смотрите, какие цвета предоставлены там. Я обязательно буду выбирать для себя что-то очень нежное. Мне кажется, такая пряжа пушистик. Но это только мое мнение. Кто-то любит именно яркие цвета. Парадоксально, мне цвета идут. Все яркие. Фуксии, там сирене. Но душа лежит к другим цветам. Что же поделать. Вы сейчас видите цену. И будьте внимательны. Когда вы выходите на цену, обратите внимание на количество мотков в упаковке. Мы привыкли традиционно. Это или 10 мотков, или 5. Но сейчас все новые, новые, новые пряжи появляются. И в упаковке может быть меньше 5 мотков. Потому что вес мотка другой. Внимательно смотрите на количество мотков в упаковке. Чтобы потом это не было сюрпризом. Если вы захотите приобрести какой-то цвет. Ну, допустим, я выбрала зеленый. Мне он лично нравится. Я не знаю, светленький какой-то пастельный. Или яркий, но не фуксиевый, не сиреневый. Когда вы его выбираете, там будет кнопочка в корзину. Кликаете и выходите на поле. Конечно, вы можете взять не один артикул, а несколько. Я просто хочу обратить внимание ваше, когда вы все-таки решите, набрали вы в корзину, чего бы не набрали. Будет открываться при оформлении заказа поле, где можно увидеть слово купон. Если вы введете промо-код, промо-код я обязательно оставлю под видео, вам будет 5% скидка. 5% скидка на первых два заказа. И еще я очень рекомендую в процессе знакомства с магазином кликнуть на слово скидки. И познакомиться с системой скидок, которые предоставляет магазин. Потому что, покупая товар, вы копите сумму, на которую делали вот эти самые покупки. И дальше, в зависимости от того, какая сумма у вас уже в личном кабинете сложилась, вам будет предоставляться накопительная скидка. И если вы выбираете оплату именно банковской картой, то дополнительно к накопительной скидке будет еще 2%. Ну, а мы тем временем едем дальше и открываем еще 2 упаковки. Этот артикул мне хорошо знаком именно в работе. Вы знаете, что я люблю готовиться к праздникам заранее. И вот можно сказать, что все лето и начало осени я готовилась к Новому году и вязала носочки Деда Мороза. У нас есть мастер-класс, многие навязали, присылали мне фотографии, благодарили. Я очень-очень рада, что идея вам понравилась. Еще раз на всякий случай скажу, что заменив красный колпак и белую бороду на колпак любого цвета, на бороду, хоть серую, хоть какую, да, ведь может сказочное что-то связать, это будет не Дед Мороз, а гномики. Кто не успел связать и видит впервые эту идею, вяжите не Дед Морозиков, а домовых, гномиков, кого угодно. Так вот, речь идет о пряже северной. В работе я ее знаю, в носке пока нет. Я абсолютно все свои Дед Морозики раздарила. Пряжа северная от пихорки. Давайте пройдем путь и посмотрим, как найти на сайте, сколько стоит. Сравните, пожалуйста, цены с ценами в тех магазинах, где вы берете. И, мне кажется, цены вам понравятся. Опять же, заходя на сайт, мы выбираем производителя пихорку. Кликаем. Там выходит очень много разных артикулов, которые предоставляет пихорка. Мы среди них ищем именно пряжу северную. Кликаем и оказываемся на странице, где нам осталось только выбрать цвет. А вот с цветом-то, кажется, я чуть-чуть прогадала. Но этот цвет мне нравится тоже. Я-то думаю, я заказала бежевый, у меня все на глазок. Я никогда не читаю внимательно. Это вот бич просто мой. Думаю, какой-то бежевый раньше был другой. Я же для лица у Дед Морозиков брала бежевый цвет. Оказалось, что бежевый цвет – это бежевый цвет. А у меня цвет песочный. Но я, естественно, узнаю это по факту, когда пряжа приходит. Но ничего страшного. Я этот цвет буду сочетать с другим. Сейчас я покажу. И я не знаю, как бежевый бы сочетался, лучше или хуже, кто ее знает. Но этот цвет тоже очень хорошо сочетается. Так что я, не успев расстроиться, обрадовалась. Спицы рекомендуют семерку. Действительно, очень толстенькая пряжа. Тема она мне и полюбилась. Вещи вяжутся очень и очень быстро. Как в носке, сказать не могу. Но вяжутся просто шикарно. Зимняя серия. И мы сейчас доберемся до состава. А состав здесь... А состав здесь... 50-граммовые моточки. И 50 метров в каждом. 30% ангора. 30% полутонкая шерсть. 40% акрил. Чуть больше натурального. 60% получается. 40% акрила. С каким же цветом я буду сочетать этот самый песочный? Вот с таким. Вы представляете? Две новеньких упаковки. Вот этот цвет. Какой моточек не возьми, как игрушечка. Как будто девочка. Вся аккуратненькая, хорошенькая. Эти же мотки. Что не моток, то какая-то... Как будто хулиганы, озорники, мальчишки. Я даже хочу положить, чтобы все спрятать. Что не моток, то хулиганье. И у меня такое ощущение, что зелененький он потолще. То ли крутка поменьше. Вот один и тот же артикул. Но у меня не покидает ощущение, что зеленое, болотное. Сейчас мы увидим, что за цвет. Ой, это ужас. Так, сейчас мы их одних оставим на фоне. Сочетаются ведь красиво. Мне кажется, здорово. Я их немножко причесала. Прикрыла красивым бежевым покрывалом. Но даже под прикрытием они не хотят смотреться красивыми. Вот самого умненького нашла. Итак, это та же самая пряжа. С тем же самым составом, как и предыдущая. Ангора 30. Шерсть 30, полутонкая. Высокобъемный акрил 40. Да, вот здесь, наверное, поймешь, что такое высокообъемный акрил. Просто вот очень быстро вяжется, как песня поется. Вот изделие из этой пряжи. Цвет нам нужен. Нам нужен цвет. Нам нужен цвет. Ну и что, что вам нужен цвет? Так, один момент. А цвет у этих озорников, самых натуральных, между прочим, озорников. Посмотрите, как они себя ведут в упаковке. Я такой первый раз встречаю. Значит, 448 светло-оливковый. Мне такие цвета нравятся. Из этой пряжи шикарно получился бы снут. С зимней шапкой шарф. Но я буду вязать ни то, ни другое. Скоро очень покажу. Сейчас приоткрою завесу тайны. Так, товарищи зрители, я прошу не смотреть на эту оливковую шпану. Они даже 5 минут не могут полежать, чтобы не похулиганить. Смотрите, пожалуйста, на эту песочную красоту. Умнички. Даже у пряжи есть девочки и мальчики. О, сейчас мальчишек обидела, да? Мужики. Ну что ж, так вот. Итак, если связать, например, спинку и переднюю часть и рукава оливковой, манжетики, только планку вот этой вот бежевенькой. Цвет бежевеньком, как я... Надо, наверное, с левой стороны еще один бежевенький моточек положить. Слушайте, вот как игрушечка. Вот если он умничка. Он же умничка. Вот. Как ни крути, как ни верти. Так, мне нужно, чтобы оливкового было больше, чтобы представить, что оливкового много. А это как акцент. И смотрите, пуговки. Опс. Опс. Классно? Это вот поменьше как-то надо вот так прикрыть, чтобы это поменьше было. Мне кажется, очень здорово. Кофточку детскую планировала, но, наверное, будет без рукавка, потому что рукава тогда вот такие, что... Хотя можно и без верхней одежды. Не знаю. Мне кажется, без рукавочки подобного типа. Я вот люблю такие без рукавочки вязать из хорошей пряжи, довольно-таки рельефные. Очень здорово. В садике холодно. Накинула на любую рубашонку фланелевую, водолазку. У кого что есть, да? Похолодало, а ребеночек, например, не хочет идти домой. Вынес, пододел вот эту без рукавочку. Мне кажется, прям прелест-прелестная. Вот. Есть у меня дунки думанные. Вот, допустим, на рукавочке можно вот такую. Так, сейчас нам этикетка пихорская не нужна. Нам сейчас исключительно вот так вот надо. В общем, что-то у меня зреет. Видите? Какая красота. Кофточкой без рукавка не знаю, но мне вот хочется сочетать эти два цвета в детской одежке. Кстати, вот эти пуговицы вроде как посветлее. Вот из-за этих пуговиц я и бежевую заказала, а заказала песочную, я так умею. А с другой стороны, посмотрите, как они вроде сочетаются замечательно. И есть у меня еще одни пуговицы, тоже очень подходят. Сейчас они как будто отличаются на камеру. А на самом деле они больше к песочным-то подходят. Вот. Тоже как вариант. Ну, первый вариант, да-да-да, я слышу, вы говорите, первый лучше. Мне первый тоже нравится лучше. В общем, буду мудрить в ближайшее время. Устала я от больших-больших каких-то плечевых изделий. Хочется что-то на чем-то маленьком отдохнуть. А еще мне хочется... Хочется снова повязать носочки. Странно, на пороге весна, но тем не менее, я говорю, может быть, сейчас на меня февраль такой вот, какой-то ветреный, холодный, промозглый, какое-то вот это вот настроение надул. Но... Вот видите, какие аккуратные моточки. Сразу девочка, шерсть эти, она моя, сразу по... Как я люблю, а? Вот одна упаковка булавников попалась. Значит, овечья шерсть. Сейчас кто-то у экранов. Ну, Татьяна, кто бы сумневался, что ты не закажешь шерсть. Вы знаете, предыдущая упаковка из этого же, кстати, магазина. Из этого же магазина. Мне кажется, она была натуральный, что ли, цвет. А это какой? Ой, ой. Так, сейчас все скажу. Давайте первым делом. Овечья шерсть в пихорке. Заходите, опять же, в пихорку, кликаете. Из представленных артикулов ищите именно овечью шерсть. Кликаете на овечью шерсть. Там будут предоставлены разные-разные расцветки. Кто-то темненькие хочет, наоборот, да, для рыбалок, для охот, для каких-то там деревенских будней. Кому-то хочется светленькую. Выбирайте, пожалуйста, это кому что. 100% полугрубая шерсть. Вот, а, кстати, какой-то такой приятный цвет. В предыдущем были ворсинки. Это неплохо, нехорошо. Просто какая-то она, может, выделка. Может, стригут овечки в разное время года. Какая-то она прям такая любодушненькая в этот раз. Нитка чистенькая. Просто вот. Так, отвлекаюсь. Пряж для ручного вязания. Где у нас? Суровый. Ничего себе. А перед этим был. Ну, я оставлю ссылку на предыдущий ролик. По-моему, натуральный, что ли, он был. Я бы тот назвала суровым. А вот этот я бы назвала натуральным. 1,6,6 суровый. Приятненький. А мне без разницы. Темненькая, светленькая. Спицы рекомендуют 4,4,5. И я ведь абсолютно на гольф, на носки все извязала. И сейчас я очень-очень хочу. В упаковке, кстати, 10 штук. Вот эта самая такая солидная упаковка. Мотки 100-граммовые. И в предыдущих тоже было. В Северной 10. В Элизе 5 было в упаковке моточек. Но это 10, и они 100-граммовые. И смотрятся очень солидно. Вот видите, 5 моточков я сделала звездами Ютуба. А 5 моточков лежат, еще ждут. О, это можно обвязаться. Если февраль так же продлится холодно, я, наверное, просто замахнусь даже на коллекцию каких-то носочных изделий. Вот просто хочется. Если остыну, то потихоньку-полегоньку буду вязать носки, следочки-гольфики. Мне иногда просто хочется отдохнуть на таких вот мелочевках. Сама этикетка, да, цвет этикетки, который сочетается изумительно вот с этим суровым, назовем, цветом. Хотя он для меня какой-то молочный, нежно-молочный. Подсказывает цвета пуговичек. Вы знаете, я же люблю вязать носки, и чтобы они обязательно там каким-то пуговичком были украшены. И так мне это дело нравится. И вот, не важно какой размер, куда приляпать, мне лишь бы носочки были такие не очень стандартные. Но, конечно, это пряжа не только для носочных изделий, а связать из нее, например, как все раньше телогрейку, душегрейку, безрукавочку, хотя бы с одним кармашком. И вот так вот выйти во двор, по хозяйству управляться в деревнях, или сидеть в городе, когда батареи еще не затопили, а холодный сезон пришел. Я не знаю, для меня овечья шерсть – это вот просто любовь навеки. Глаз не оторвать. Я в этот раз цветом шерсти вот просто налюбоваться не могу. Какой он удачный, какой он классный. Хотя люблю любую, вот абсолютно любую шерсть. Очень удачный. Как-то вот добротно выделанная, что ли. Хорошо вымыта шерсть. Вот, ну, просто чудо. Вот таким вкуснющим он был мой заказ из магазина Дом Пряжи или Ярн Хаус. Обязательно проходите по ссылке, знакомьтесь с магазином и помните о 5% скидке по промокоду Татьяна, который нужно вписать в окошко купон. Обязательно обратите внимание на очень приятные цены и на систему скидок, предоставляемые магазином. Я искренне благодарю Дом Пряжи за такую сладу для рукодельницы. И тебя, мой добрый зритель, за внимание. До новых встреч! А они обязательно будут! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok